Всем привет! Через неделю уже наступит лето, и наверняка многие из вас уже подготовили свой летний гардероб. Я в свою очередь хотела бы показать вам мастер-класс по созданию вот такой бохо-сумки в технике макраме. Надеюсь, вам понравится мастер-класс. Плести ее достаточно легко, вы сами в этом убедитесь. Поехали! Я закрепляю фурнитуру и навешиваю веревки. На каждой фурнитуре у меня будет висеть по 6 веревок, по 2,5 метра. Делаю то же самое со второй фурнитурой. Вот что у нас получилось. Далее я беру 3 веревки, сложенные пополам, и плету косичку. Когда я сплела 3 ряда, я беру дополнительную веревку и завязываю косичку, чтобы она не расплелась. Теперь делаю то же самое с оставшимися веревками. Из получившейся конструкции мне нужно сплести квадратный узел. Я беру по 2 боковые веревочки и начинаю плести квадратный узел. 2 левые веревочки я увожу вправо, 2 правые кладу над левыми, и кончики правых веревок я увожу за плетением и продеваю в окошко. Теперь я затягиваю и делаю то же самое, но с противоположной стороны. Правые веревочки я увожу влево, левые над правыми, и в получившееся окошко я продеваю кончики. Делаю то же самое со второй фурнитурой. Далее я плету классические квадратные узлы. Сплела узел, теперь я беру следующие 4 веревочки и плету квадратный узел из них. Обратите внимание, что квадратные узлы должны быть на одном уровне. Плету третий узел. И делаю зеркальный рисунок со второй частью. Теперь я соединяю две части с помощью ажурного квадратного узла, меняю нити основы вот таким образом, и плету точно такой же квадратный узел, который плела выше. Немножко отодвигаю две части и опять, меняя рабочие нити, плету квадратный узел. Таким образом мы будем плести всю сумку. Беру следующие четыре веревки и плету квадратный узел. Делаю то же самое с противоположной стороны. Продолжаю следующий ряд плетений. Я беру две веревочки от одного квадратного узла и две веревочки от другого. Меняю нити основы и снова плету квадратный узел. Таким образом у нас получается красивая ажурная сетка. Музыка. 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 Далее снова двигаемся вниз и плетем квадратные узлы. Обратите внимание, что с каждым рядом у меня узлы уменьшаются по количеству. Сначала у меня было пять квадратных узлов, потом четыре. Сейчас у меня будет три, два и соответственно один. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Закончили плетение. Теперь складываем плетение пополам и вешаем на крючок. Теперь нужно сплести точно такую же вторую часть. После того, как вы сплели две части, вы соединяете их с помощью ажурного квадратного узла, точно так же, как плелись боковые части. Обратите внимание, что я плету следующий квадратный узел, который соединяет две части, более воздушно, то есть у меня он более длинный получается. Чем больше вы здесь возьмете расстояние, тем шире у вас получится ваша сумка. Далее я снова плету сетку из ажурных узлов, обращая внимание на то, что квадратные узлы должны быть на одном уровне. Переворачиваю плетение и делаю то же самое. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И рабочими нитями заднего квадратного узла вы плетете квадратный узел Делаю так со всеми квадратными узлами У нас как раз получится по паре квадратных узлов Далее вы можете оставить бахрому Либо полностью удалить веревочки внизу Я их полностью состригу И подклею клеем моментом Если вы плетете сумку из полиэфирного шнура Тогда вы можете просто подпалить зажигалкой или спичками кончики вашей сумки Получится тоже очень аккуратно Вот что у меня получилось Теперь я выворачиваю сумку наизнанку И донышко готово Теперь мы приступаем к плетению ремешков Нам понадобится 6 веревок по 2 метра Я навешиваю веревки на фурнитуру вот таким образом На одну фурнитуру у меня уйдет 3 веревки Далее я переворачиваю сумку Кладу на нее что-нибудь тяжелое И начинаю плетение косички Длину веревок для ремешка я взяла побольше Для того, чтобы вы сами выбрали Какой длины вы хотите, чтобы у вас была сумка Кому-то удобен ремешок более длинный Кому-то более короткий Поэтому все зависит от вашего желания Я решила сделать длину ремешка 60 см Когда я дошла до 60 см Я продеваю веревки во второе полукольцо Загибаю вот таким образом И далее беру нитки в цвет моей сумки И прошиваю все веревки вместе Для надежности можно подклеить Далее я беру дополнительную веревку 50 см И делаю прием оплетка Чтобы закрыть нитки Делаю петельку Оплетаю вокруг ремешка Делаю 5 оборотов И кончик продеваю в петельку С другой стороны тяну за короткую веревочку Так, чтобы узелок оказался внутри Вы почувствуете его пальцем при надавливании Далее я удаляю все веревочки Которые у меня остались И подклеиваю суперклеем Делаем вторую ручку Сумка готова Осталось добавить клопковый мешочек Вот такой мешочек у меня 35 на 26 см Ну что, наша сумочка готова Теперь можно отправляться на прогулку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok